Я посмотрела новости, там прямо вообще разрыв. Наконец-то люди в зале говорят. Я вообще обожаю Константина Ивлева. Ну и иди с ним тогда, что я тебе могу сказать. Константин Ивлев. Если что, я очень хочу у вас поработать тоже. Шикарный кардиган, отлично выглядишь. Классные очки. Какую смешную шутку ты сказала. До сих пор смеются. Еще одна хорошая новость? Сегодня прям что не новость, то праздник. А я вам говорила. Катя была в будущем. Самая важная новость. С год в принципе до пяти раз. У меня примерно столько же секса в год, ребята, блин. Это вот как? Да, нет, это 63, Катя. Нет, блин, вот так и тянет что-то подрисовать сюда. Получай, грязная девочка. Понравилось? Понравилось? Наконец-то. Ну блин, вы что? Я, знаете, думаю, взять лампу, поставить у стены и вот так собачку делать. Я уж думала, не дождусь. Это такая красота, вообще. Про, вы не ви... Сейчас я вам покажу. Внимание на экране. Обалдеть! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здрасте! Ой, какие прекрасные люди собрались в этом зале. А уж перед своими гаджетами, какие замечательные. Я всех приветствую, меня зовут Сава. Это шоу «Известь». Мы являемся лучом позитивных новостей, даже в самые непростые времена. Сами себе так придумали и вам эти позитивные новости и рассказываем. Но, но я буду здесь сегодня не один. По традиции, под аплодиции зрительного Сава я приглашаю сюда очаровательную Екатерину Гончаренко. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Привет, Катя! Здравствуй, Сава! Привет, Катя! Сегодня будет очень смешно. Я посмотрела новости, там прямо вообще разрыв. Наконец-то люди в зале говорят. Итак, сразу поговорим о новостях импортозамещения, слияния, поглощения, возвращения брендов, ухода в брендов. Короче, там на самом деле есть что обсудить. И тут очень много всего происходит. Там очень много всего происходит, так что приготовьтесь. Прикольно давать анонс уже после того, как что-то произошло. Итак, смотрите, шеф-повар Константин Ивлев стал лицом рекламной кампании сети «Вкусно и точка». Я вообще обожаю Константина Ивлева. Ну и веди с ним тогда, что я тебе могу сказать. Кстати, Константин Ивлев, если что, я очень хочу у вас поработать тоже. Он постоянно смотрит извести. Он сейчас занят, он рекламирует крылышки, наггетсы и стрипсы. «Вкусно и точка». Это серьезно говоришь? Абсолютно серьезно. Да, Ивлев, лицо, вкусно и точка. Это странно на самом деле для шеф-повара, который шпыняет людей на дорогущей кухне за дефлаппе. За дело он шпыняет. Да, но тут он говорит о том, что крылышки и наггетсы во вкусно и точка – это классно. Это как если бы директор Феррари Ладу рекламировал примерно, знаете. Почти то же самое. Или Вуди Аллен говорил, посмотрите новый фильм Саши Ревы. Просто разрыв. Или если бы какого-нибудь сотового оператора рекламировал Брюс Уиллис и какой-нибудь казах. Ну бред же. Ну невозможно, такого не может быть. Ну а что, если бы тебе заплатили деньги, ты бы не сказал, например, что что-нибудь – это круто? Сказал бы. И я прямо сейчас готов, если у кого-то хотя бы тысяча с собой. Телефон привязан к Сберу. Шикарный кардиган. Отлично выглядишь. Классные очки. Я на самом деле в целом не удивлен, что Ивлев рекламирует вкусно и точка, потому что Ивлев мог даже придумать это название. Почему? Потому что я видел фрагмент одной его программы, где он переименовал заведение в Сосисон Зайти Лизон. Поэтому вкусные точки вполне может быть его креативом. Ну это просто ближе к народу. Кстати, почему-то он только курятину рекламирует во вкусные точки. Не знаю, кто будет рекламировать говядину во вкусные точки. Возможно, идут переговоры с Лолитой. Почему, блин, Лолита? Ну зачем? Первая ассоциация с говядиной. Ну, причем... Я причем видел некоторые ее концертные костюмы. Это прям говядина в натуральной оболочке. То есть, ну... Слава, ужас, как ты так можешь говорить про женщину? Кстати, ты знаешь, что... Мне нравится, она просто формально что-то, она отбросила, типа. Женщину защитила, и теперь то, что ей реально интересно. Я же женщина. Ты знаешь, что у Константина Ивлева недавно родился ребенок? Ой, я поздравляю Константина Ивлева. Ну, поздравляет, отбуду шутер, поздравляет. А хорошая новость для вас, женщины. Зара остается в России. О-о-о-о. Да. Офигеть. Это я не про цыганку с Ярославского вокзала. Это... Она остается под названием «Новая мода». Там будет одеваться партия «Новые люди». Нет, они подсмотрели название где-то на садоводе, видимо. Ну, кстати говоря, компанией будет заниматься бизнесмен из Ливана. Вот. Так что вернется старая мода в новую моду. Ну, как минимум, арафатки в магазинах точно появятся. Кстати, ты помнишь то время, когда вот эти арафатки были модные? Ну, вообще же все ходили. Да. Начиная от мистера Кредо и... Мистером Кредо и заканчивая. Серьезно. Ну, теперь... Зарой теперь владеет бизнесмен из Ливана. Теперь в Заре можно торговаться, ребята. Спасибо, Зара, что вернулась, потому что мы уже все задолбались закупаться в ЦУМе. Большое спасибо. Киев-Си не уходит, но у Киев-Си возвращается его исконно русское название «Ростикс». Да, Киев-Си опять будет Ростиксом. На самом деле для меня было удивительно, что когда-то Киев-Си назывался Ростиксом. Ну, ты ведь слишком молода, Кать. А есть люди, которые даже не помнят, что он был когда-то Киев-Си. Они как Ростикс запомнили, раз в Москву приехали, прошло 17 лет, вернулись и опять Ростикс. Кстати, следом за Ростиксом Чехословакия объединится. Какую смешную шутку ты сказал, до сих пор смеются. Команда профессионалов, ну. В общем, будет опять Ростикс, это здорово, потому что у меня дома осталась накопительная карта Ростикса. Я, блин, даже не сомневалась в этом. От 95-го года там 620 баллов, наконец-то я смогу прийти и сказать, а я знал. Я как холестериновый Хатико сидел. У крыльца. Ну, в общем, полковник Сандерс из России уходит. Добро пожаловать, прапорщик Шматко. Еще одна хорошая новость. Сегодня прям, что не новость, то праздник. А я вам говорила. Катя была в будущем. Икея решила остаться в России. Нашли пять кандидатов на покупку своих фабрик. Весь персонал попросили выглядеть презентабельно. Поэтому весь персонал пошел куда? В магазины новая мода бизнесмена из Ливана. А станки и конвейеры натирают до скандинавского блеска, это цитата, чтобы точно купили. Нет, я правда слышала, что к ним приходили разные покупатели и продавцов попросили выглядеть прилично. На самом деле такое было. В итоге они не купили Икею, но всякие хвеноты на кассе набрали. Когда откроется Икея, что ты первым делом купишь там? Я так далеко не заглядываю. Правильно. Но наверняка появятся новые лица, которые будут рекламировать Икею. Да. Футболисты, например. Почему футболисты, например? Они же деревянные. Ну, на самом деле очень много всего произошло, правда, хорошего, классных новостей. И мне кажется, все это достойно наших аплодицей. Ну, самая важная новость на сегодняшний день. Солнечное затмение было, ребята. Реально это просто. Оно заполонило все соцсети. Там в какой-то момент даже котики напряглись. Отобрали пальму первенства. Все было в солнечном затмении. Ну, на самом деле, да, вот ленту листаешь, у всех, блин, солнечное затмение. Как будто ничего другого не происходит. Ну, за год ничего более интересного не случилось. Потому что 25 октября россиянам выпал шанс полюбоваться на редчайшее природное явление. Частичное, даже не полное, блин. Демоверсия солнечного затмения. Частичное солнечное затмение. Луна закрыла солнце на 70% в Москве. Обалдеть! Это вот как? Да, нет, это 63, Кать. Нет. Блин, вот так и тянет что-то подрисовать сюда. Нажать на паузу, сделать скрин и заполонить мемами в соцсети. Но я же показала правильно, что наглядно было. Так и было, ребят. Кто пропустил? Прям огромные пальцы в небе висели. Пик затмения был в полвторого дня. Солнечный диск, частично закрытый луной с нижней левой стороны. Это такая красота вообще. Вы не... Сейчас я вам... Внимание на экран. Обалдеть! Солнечное нахрен затмение. Ажиотаж. Солнце, луну закрыло. Вау! Но я понимаю, если удивился Лоза. Он вообще не может... В принципе, не может объяснить пока, как два диска на небе появилось. Ведь оно же твердое. Кто нарисовал? Непонятно. Pixar, DreamWorks, откуда взялось? Союзмультфильм. Оно происходит раз в полгода. Вообще, раз в полгода происходит это событие. В год, в принципе, до пяти раз. У меня примерно столько же секса в год, ребята, блин. Но нет ажиотажа? Никто не выкладывает в соцсети, что Савва закрыл жену примерно на 70%. В полвторого. 25 октября. Луна солнца заслонила. Обалдеть! Невероятно! Бежим коптить стекла. В Москве столько стекол не коптили с 1812 года, блин. Причем, самое интересное, столько фанатов солнечного затмения и каждый раз паника через что смотреть. Это нас вообще слишком легко стало удивить. Знаете, слишком легко нас удивить стало. Я, знаете, думаю, взять лампу, поставить у стены и вот так собачку делай. Театр теней по 3500 билеты буду продавать. Когда через пару лет ажиотаж спадет, сбавлю цену до 1700. Через что угодно можно смотреть, оказывается, на солнечное затмение. Но я бы через фильтры смотрел не только на то, как луна солнца закрывает. Есть вещи, которые тоже надо смотреть через закопченное стекло. Ну, во-первых, это сварка, во-вторых, концерт Киркорова и как долго горит красный светофор на Садовом кольце. Но, вы знаете, все, солнечное затмение прошло. Готовимся к следующему супер событию, которое тоже заполонит все соцсети. Надо подготовиться заранее, потому что это первый снег. Ведь никто его никогда до этого не видел. Давайте перенесемся на Филиппины. Я уж думала, не дождусь. На Филиппины хочешь, да? Страна-поставщик-нянь. Итак, моя прекрасная няня, у них так на гербе и написано. Филиппинских студентов колледжа обязали прийти на экзамен в шляпах против списывания. Сейчас поясню мысль. Студенты одного из колледжей в городе Легаспи пришли на экзамен. Говорят, надевайте головные уборы, которые помешают вам списывать у соседей. Вот такие головные уборы. Ну тут как бы не то, что списывать не хочется. У тебя вообще вопросы, а туда ли ты поступил? Вроде бы там нет университета Натальи Нестеровой. Но тем не менее, попросившая об этом преподавательница даже не ожидала, что эти маски разойдутся по соцсетям и станут мемами. Ничто не предвещало, согласитесь. Ну казалось бы, нормальная ситуация, люди сидят на экзамене. Вот в таких вот масках. На самом деле, дети очень находчивые оказались. Но смотри, на самом деле, вообще интересная схема. Студенты неизвестно как этот экзамен сдали, но вроде бы все сдали, и никто действительно не списывал. Но различные маски и различные костюмы, мы тут подумали, действительно могут в жизни пригодиться. Вот бывает такое, что ты идешь по улице после дождя, проезжает тачка, а обливает тебя с ног до головы. Все сталкивались с такой ситуацией. Есть решение. Наша НИИ, имени Казеботы, разработала специальные брызговики для людей. И все. И ты полностью защищен от автомобиля. Если собрать еще 299 человек, у вас будет 300 брызговиканцев. Или, например, в очереди. Все мы сталкиваемся с очередями, например, в поликлиниках, да? Это бич нашего общества. Есть специальный костюм, который поможет тебе в этой ситуации. Приходишь в такой маске в поликлинику, и очередь моментально рассасывается. Причем не докопаешься. Ты же в маске. И кого волнует, что это маска чумного доктора, которая принимает с 9 до 2. Или вот еще очень нужная вещь для девушки сейчас тут появится. Если вы идете на вечеринку, и боитесь, что к вам начнут приставать парни. Надеваете антиабьюзивный костюм, и все. И он любого парня отпугнет. У парня тоже есть свои антисекс-костюмы, на самом деле. Вот, пожалуйста, очень хороший антисекс-набор. А, прекрасно отпугивает самочек. Ну, зря ты так говоришь. На самом деле сейчас это модно считается. Нет. Это сейчас модно считается. Да, но есть тонкая грань между модной одеждой и рынком садоводов. Смотри, где ты купила это все. Нужно посмотреть, что сверху у него. Очень не хочется посмотреть мне, что сверху, Катя. Вот честно. Но для тебя бы потом в полный растр это дадим. Вот еще одна штука. Тут вообще без комментариев. Такой костюм. На месте, давайте не будем передергивать эту тему. Ну или вот, идеальный костюм для поездок в общественном транспорте, дорогие друзья. О да. Он здорово помогает держать социальную дистанцию. Единственная проблема, возможно, этот костюм заинтересует определенный контингент людей и таким образом разнообразит ваш вечер. Прошу, Катя, что ты хотела рассказать? У меня есть для тебя новость про женщин. Давай. Все, как ты хотел. Ну не прям все, как я хотел, но... Статистика развенчала миф о том, что женщины водят хуже мужчин. Потому что статистика не является точной наукой, я напомню. Ну и слово женского рода. Итак, в чем замут? Итак, по итогам прошедших девяти месяцев представительницы прекрасного пола... Родили эту информацию. То есть женского пола в шесть раз реже попадали в дорожные аварии, чем представители вашего пола. Не дается слово мужчины, Катя. То есть мужчины. Анти-женщины, ну да. Но, возможно, это как-то связано с тем, что женщин просто в разы меньше за рулем, чем мужчин. И, соответственно, у тебя по логике получается, что они реже попадают в аварии, потому что они просто реже ездят за рулем. Нет. Да? Ну как нет? Ну как, ну есть же логика. Есть абсолютные величины, абсолютные цифры, из которых уже формулируются статистические данные. Абсолютно не прав. А, ну это аргумент, да. Хорошо. Слушай, ну вы за рулем... Ну я что, я не видел женщин за рулем? Вы же едете, постоянно что-то делаете еще параллельно. Кто-то вяжет, кто-то красит губы. Вот мужчины, они хотя бы за рулем не красят губы. Ты по Москве, видимо, давным-давно не ездил. Аргумент. Аргумент. Я лично видела такого мужика. Но, вообще, женщинам действительно по статистике в пять раз меньше выписывают штрафы, чем мужчинам. Вот, видишь? Да, но мужчины при этом в пять раз реже дают свои телефоны сотрудникам ГИБДД. Ой, как ты загнул. Ну а что, такая статистика, Кать, что я могу с ней поделать? Ну что теперь, тыкать носом их за это? Это потом. Это в зависимости от тяжести ДТП. Вот кто согласен, что женщины водят лучше? Да блин, вы что? Ребят, спасибо! Ну серьезно? Спасибо. Все равно ты не прав. Тебе знающие люди... Вот это, Кать, я понял, наша с тобой фишка, это вот Савва против Кань, это дебаты. Я готовлюсь, какие-то аргументы собираю, выхожу, заваливаю тебя некими данными. Ты говоришь, все равно ты не прав, и ты собираешь лайки, а я хейт. Ну, все, абсолютно рабочая схема. Ты не прав, тебе в новости написали, значит, что-то ему нужно верить. Все, новость закрываем. Тем более, что я-то лезу, я вообще не вожу машину. Ну, практически наша постоянная рубрика новости британской политики. О, что новенького? Там новенький премьер-министр. Вау. Да, а я так понимаю, мы там раз в три-четыре выпуска будем об этом говорить. Who is on duty today? Какой премьер-министр сегодня? Риши Сунак. Судя по фамилии, чистокровный англичанин. Первый, между прочим, премьер-министр индийского происхождения в Англии. Он еще индиец. А Риши Сунак, кто он-то думал? Прибалт? Ну, конечно. Он совсем скоро уже найдет родинку у другого члена правительства. И будут танцы, песни. Обязательно. И его замы по международной политике Зита и Гита, естественно, будут танцевать вместе с ним. Ну, короче, теперь, когда Сунак будет принимать присягу, он скажет, каста здесь. И это реально будет правдой. Все, когда-то Индия была британской колонией. Кстати, да, ты знаешь, что Индия раньше была британской колонией. Серьезно? Блин, Катя, вообще-то у меня какие-то новые горизонты географические открываешь полететь. Они теперь чай обратно повезут. Ну да. Прямо весь вот этот кортеж нового премьер-министра, вот эти рикши, они прям сразу в порт и погнали. У меня вопрос. Ну-ка. Как он вообще оказался в качестве премьер-министра? А это захватывающая история. Друзья, садитесь поудобнее. Я вам сейчас все расскажу. Смеркалась. Не, на самом деле, он боролся еще с Ли Страс в свое время. Давно это было, полтора месяца назад. Он в итоге ее, как истинный джентльмен, пропустил вперед. Потом Ли Страс сказал, я устал, я ухожу на пенсию. И он вновь вступил в предвыборную гонку. Причем опять с девушкой, потому что против него выступал лидер палаты общин Пенни Мордонт. И тут Риша Сунак смекнул, что если всех женщин пропускать вперед, так на пенсию не заработаешь. И он все-таки начал баллотироваться, а она сняла свою кандидатуру, ну, видимо, в знак женской солидарности. И все, больше претендентов не осталось. И Риша Сунак стал премьер-министром Англии. Причем он не только самый молодой премьер-министр, ему 42 года. Он самый молодой? 42 года. О, перспективный. Возраст Христа, если бы тот прожил еще 9 лет. Ужас. И, помимо того, что он самый молодой, он еще и самый богатый премьер-министр, потому что состояние его семьи превышает состояние королевской английской семьи. То есть он не будет вообще воровать. Он сказал, что исправит все ошибки Ли Страс. Представляешь, 44 дня женщина была у руля. Это к вопросу, кто лучше водит. Вот видишь, зато она запомнилась. Ну да, она была очень ярким. Она воротила там. Да, правда, в Великобритании теперь, говорят, будут еще сильнее пробки из-за слонов. Но в целом у Риши Сунака, у него, знаете, такой синдром таксиста. Он говорит, да у меня вообще у жены бизнес, а я так чисто для души теперь страной рулю. Но мы надеемся, что Риши решит все английские проблемы. А какой колобор. А класс, класс. Ой, молодец. Франция штрафовала саму себя на 20 миллионов евро за грязный воздух. Макрон, подписывая документ, приговаривал, получай, грязная девочка. В Кирове за 4 миллиона продается бубен, который поможет выйти замуж. Когда в Кирове появится тиндер, бубен сильно упадет в цене. Немцы попросили Шольца снизить цены на шаурму. Вот эти наглые немцы из Ближнего Востока. Футбольный клуб Химки после 13 поражений подряд позвал в команду священника. Пока что батюшка играет в центре обороны. Вот такие шутки с Катей мы придумали, дорогие друзья, на эти новости. Теперь ваша очередь к креативу подключиться. Одну из новостей мы оставим в закрепленном комментарии под этим выпуском, а вы напишите свои варианты добивок. Лучше из них прозвучит в следующей программе. А вот шутка из предыдущего выпуска от Майкла Керрика. Британец отметил свой дом на картах, как посольство Молдовы, и стал получать звонки от граждан. А потом отметил, как посольство Чили, и стал получать звонки от Джигана. Спасибо вам, друзья, за ваш креатив. Ребят, спасибо. Как вам сегодня снигой пост? А я говорила, что тебе круто. Понравилось, понравилось. Наконец-то. Мы идем еще. Ребята, это было шоу «Известь». Увидимся буквально через несколько дней. Это луч позитивных новостей, даже в самые непростые времена. Катя Гончаренко. Ярослав Савченко. Все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова